Здарова, меня зовут Дигл, спасибо Никите Герайкину за поддержку на Бусти. Я создал телеграм-канал, ссылка в описании, а в новой главе манги Ван Панчмен. Новый фанат Сайтамы, противозаконная сделка между Фубуки и Ассоциацией Героев, и ребёнок-император узнаёт всю правду. Прочитать мангу можно на сайте remango.org, а пока погнали. На буянили за прошлые главы, конечно, знатненько, ну а Сайтама возвращается домой, весь грязный и обмазанный любовью Тацумаки. Однако, на своё удивление, внутри своей же хаты наблюдает заседание трёх додиков, которые доставали его ранее. И только он начинает возникать, чего они припёрлись без спроса, Форте снимает шапку с очками и начинает подкатывать к лысику. Мол, звеняй за косяки прошлого, давай мы тебе лучше одежду новую найдём, тут поблизости магазины классные, мы же все братаны в оклассе, все дела. Ну если чё, ты говори, а мы пойдём. Ээээ, ага. Друзья Форте спрашивают, чё за муть он надул только что, а Форте отвечает, что поменял своё мировоззрение, после того, как увидел, как Сайтама сражается. Его движения были не из этого мира, даже если все втроём они на него нападут, у них не будет шансов, потому что лысик просто находится на другом уровне. Бабочек сообщает тому, что чё-то он загибает и излишне драматизирует, но Форте только отвечает, что вот это вот землетрясение только что, было вызвано не монстрами, а битвой Сайтамы, и говорит, что надо бы лучше приглядывать за его животными, да и вообще заманить его в их компашку как-нибудь. Эшарит таки пацан, и немного напоминает мне Геннесса в детстве своим внешним видом, хотя он и намного старше кибердемона. Под землёй же продолжается своя драматургия. Герои пытаются вдуплить, чего это у них под носом столько монстров демонического уровня веселилось, и также они не принимают, что какой-то рандомный герой из А-класса их всех победил, несмотря на заявления группы Фубуки, которые, кстати, задают вопросы своим начальникам, чего это те, интересно, такого забыли в подземной тюрьме, как раз когда туда пришли Цукуйоми, те пытаются начать оправдываться, но вмешивается внезапный Гирспер, который очень подозрительно начинает покрывать Цукуйоми, говоря, что это вообще городская легенда, никаких Цукуйоми нету, и это наверняка просто выжившие из ассоциации монстров пришли спасать своего лидера, а не какие-то выдуманные искусственные эсперы, которым Гирспер, конечно же, тоже не является. Угу, ага, понятно. Кстати, один из офицеров АГ, тусящий поблизости, Макой, который тот еще говнюк, если ты не чекал экстры, спокойно себя покуривает сигару, как вдруг его подзывает к себе Фубука. Она говорит, что некрасиво вышло, что ее группу чуть не захавали монстры, которые даже не числятся нигде официально. Макой сообщает, что это все вина стального рыцаря, который проводил на них эксперименты, но тут Фубуки вставляет, что челик из ее группы уже тащим-то хакнул базу Ассоциации Героев и получил всю информацию о том, что этих монстров держали, чтобы незаконно продавать сторонним организациям. Вот так прихолюха случилось бы, если бы люди узнали о таком конфузе. Макой спрашивает, чего она хочет, на что Фубуки предлагает ему покрыть развлекалого Тацумаки, сказав, что та отражала нападение монстров. Таким образом, никто не узнает, что эти монстры тусили в подвалах под городом А. Тацумаки получит лавры вместо порицания и все смогут спать спокойно. Получается такая супер и гипервыгодная сделка для обеих сторон, не так ли? И то верно, говорит Макой и довольно соглашается. Так что Тацумаки выкидывает пачку мяса на поверхность, создавая видимость антимонстриного поля боя, однако многоходовочка оказывается гигаходовочкой. Ведь и настоящей целью этого действия было вытащить в одном из трупов монстров Псайка, с которой Фубуки втихую увозит с собой. И вот по телеку сообщается, что Тацум героически сражалась против орды монстров, защитив город А. Все жители довольны, даже те, которые чуть не померли от свидания с Айтамой и Тацума. А вот Лысик не доволен, что про него забыли. И теперь получается, вообще называют монстром по ТВ? Генус уже достал телефон и собрался подавать жалобу, но тут по телеку добавили, что нанесенный ущерб исчисляется в миллиардах. И Сайтама благородно простил глупеньких репортеров за их неточность, позволив Тацумаки получить все заслуги. К слову, сама Тацум пришла к начальству АГ, предлагая им выдать ей задание по поиску Псайкос. Они сразу возмущаются, что Псайкос избежала, в общем-то, из-за ее буйства, но Тацум отвечает, что из-за ее же буйства они смогли покрыть свои кривые руки, да и вообще она запомнила эсперскую силу Псайкос, так что кому еще-то, кроме Тацум, искать ее. У начальства нечего возразить, и Тацум пафосно уходит в дверь, говоря, не посылать никаких других героев с ней. Макой отмечает, что Тацумаки чё-то очень уж раздобрела, раз сама вызвалась закрывать свои косяки, а Тацу отвечает, что, видимо, у нее просто сегодня настроение такое хорошее. С чего бы это, интересно? Зато вот у кого настроение нехорошее, так это у ребенка Императора. Он также, как и Челик из группы Фубуки, легонько взломал систему ассоциации героев и разузнал о такой куче говна, которую те натворили за закрытыми дверями, что прям... да, конечно. Оказывается, слова Феникса не были ложью, и теперь ребенок Император увидел то, чего ему бы видеть не хотелось. Что же он будет делать дальше? Читатели веб-комикса уже знают, а я спойлерить не буду, да и может быть это все поменяется. С другой стороны, отмечу, что был неправ в том, что группа Фубуки распадется в этой главе. Я думал, в конце предыдущей самой Фубуки об этом собирались рассказать, но оказывается, там речь шла про взлом ассоциации героев и нелегальные монстрейные аукционы. Весьма неожиданный для меня поворот, ведь в вебке на этом моменте группировка Фубуки была расформирована, да и вроде как они все собирались стать сильнее, как тогда они этого будут добиваться? Посмотрим, узнаем. Ишь, как Ван круто выкрутил, что все идеально сошлось с этими монстрами и в подземной тюрьме, из-за которых получилось утащить Псайкос. В веб-комиксе, опять же, Псайкос никуда не уносили, и она так и осталась в тюрьме в АГ. Интересно, что с ней собирается делать Фубуки? Может быть, продолжение их сцены под деревом из школьных времен? Стоит ли нам ожидать, что Псайкос встанет на путь добра? Возможно, она с него и сошла, только из-за влияния бога изначально, который вмешался в ее сознание при помощи того скилла «Чтение будущего». А шо б я знал, у нас тут неизвестная территория. Интересно, как это все повлияет на сюжет в дальнейшем и зачем нужно было в истории, чтобы Ван вводил такие заметные изменения. Я бы мог еще воды в этот сегмент доливать, но мне интересно попробовать сократить отзывную часть после пересказа, потому что обычно половина зрителей выключает просмотр, когда она начинается. Скажи, как считаешь, стоит ли больше говорить после главы или надо еще меньше? Комментарии я всегда читаю. И, кстати, в некотором виде из-за комментариев я, наконец, создал свой телеграм-канал, ссылка на него есть в описании. Там будет поститься то же, что и в группе ВКонтакте, плюс буду закидывать все интересное, на что буду набредать на просторах интернетов. В основном сейчас это тема искусственного интеллекта и арты от Меджорни. О, чувак, 22 апреля будет вообще жесть, не рекомендую пропускать. Ну и в ТГ я часто отвечаю и общаюсь, поэтому, если тебе это интересно, можешь туда залетать. А по поводу бусти... Я на него, к сожалению, забил на данный момент. Обзор третьей главы Верзуса уходит в отпуск на неопределенный срок, не зря я ничего не обещал. Но если все равно хочешь меня поддержать материально за мой уникальный и потрясающий пересказ чужой работы, ссылка все равно есть в описании. Обещал для тебя Дигл. Пока.